Грузовой автомобиль УАЗ-452, который в народе прозвали «буханкой», россияне приобрели специально для бойцов за личные средства. Добровольцы уверены, этот микроавтобус повышенной проходимости очень понадобится на передовой. Когда мы решили, что надо брать автомобиль, кинули клич в своих телеграм-каналах. Люди очень радостно к этому делу подключились. И как только пошёл этот разговор, было понятно, что машина будет не простая легковая машина, это будет что-то грузовое. И сразу же пошли разговоры о том, что её нужно наполнить. Не просто машину отогнать, она должна ехать с очень нужными вещами, как в данном случае. Люди из разных уголков страны совместно с севастопольцами за полтора месяца собрали и наполнили машину всеми необходимыми на фронте вещами. Карематы, буржуйки, продукты питания, тёплые вещи и медикаменты отправились из Севастополя в южном направлении. Женщины, как всегда, хотят передать своё тепло. Там навязали много носков, шапок, это понятно для ребят. А что касается тенденций последних, вот, ну, скажем так, месяца-полутора, да, это окопные свечи, которые начали сейчас очень много делать. Это маскировочные сети. То, что делают наши здесь уже рукодельницы в нашем городе непосредственно. Конечно, много вещей таких, которые, на наш взгляд, ребятам там понадобятся. Дети со всей России написали письма и стихи тем, кто сейчас защищает интересы Родины в зоне специальной военной операции. В них малыши рассказали, что верят в победу и очень ждут наших защитников дома. Эти тёплые послания отправились из Севастополя на фронт вместе с гуманитарной помощью. По отзывам ребят, которые уже получают эти письма регулярно, да, за счёт того, что мы передаём посылки, отправляем эти письма, они говорят, что эти письма очень хорошо поднимают боевой дух и общий настрой, что это очень важно. Они радуются письмам, поэтому это такое, и движение такое получило большое распространение по написанию писем солдатам на фронт, потому что мы имеем большой отклик. Гуманитарную помощь добровольцы планируют отправлять на передовую и дальше.